Если есть разум, который любой реставратор мечтал бы постигнуть, это разум Леонардо да Винчи. Такая возможность выпала реставраторам во Флоренции. Они работают над очисткой незаконченного раннего полотна великого мастера поклонения волхвов. Молодой Леонардо начал её в 1481 году, но забросил год спустя, оставив фрагменты на разных стадиях готовности. На картине высотой и шириной в два с половиной метра изображён библейский сюжет – поклонение волхвов младенцу Иисусу в Вифлееме. На заднем плане развалены, всадники, неоконченный пейзаж. В работе на десяти склеенных древесных плитах присутствуют и пустые фрагменты, чертежи, эскизы, почти завершённые фигуры, а также бело-голубое небо. «Наша цель заключается в том, чтобы продемонстрировать самые старые слои лака, чтобы вернуть им прозрачность, а все цветные лаки с поверхности мы сняли. Говорит реставратор. Да Винчи приступил к ней в 29 лет по заказу монахов монастыря Сан-Доната в Скопетто недалеко от Флоренции. Картина предназначалась для алтаря. Художник внезапно бросил полотно из-за отъезда в Милан. Местные герцоги предложили ему стабильный доход». «Вероятно, Леонардо так и не завершил ни одну из своих картин. Даже «Монализа» частично не закончена. Но он не оставил бы это полотно на данном этапе. Здесь он все еще рассуждает сам с собой, еще раздумывает над финальным решением. Поэтому эта работа так интересна. Да Винчи как будто увлекает нас в эти размышления». Картину впоследствии в свою коллекцию приобрела семья Медичи во Флоренции. А уже их мастера добавили слои лака для однородности. Нынешняя реставрация началась два года назад. Она раскрыла многие детали – выражение лиц и тонкости святотени. Картину планируют вернуть в галерею Фицца во Флоренции в конце следующего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова